Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Операция автобус в Первомайском районе прошла массовая проверка общественного транспорта. Антирейтинг маршрутов дорога к бийской школе вошла в число самых опасных в России. Падали, но поднимались. Как прошел в Барнауле первый форум бизнес-провалов? Водителей, которые нарушают многократно ПДД, предлагают лишать прав. С такой инициативой выступили молодые алтайские парламентарии. По их мнению, лишение прав на вождение – хорошая профилактика аварий со смертельным исходом. Допустимый предел правонарушений для автомобилистов решили депутаты не больше семи в год. Среди них превышение скорости, проезд на красный, через двойную сплошную и выезд на встречную полосу. Тот водитель, который это делает раз, у него становится это системой. Когда это становится системой, это приводит уже доказанно к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому, если есть водители, у которых по 12, по 20 таких за год... Парламентарии идею одобрили. Следующий этап ее рассмотрения – молодежный парламент при Госдуме. Другой вопрос рассмотренный на заседании – изменения в положении структуры молодежного парламента края. Участники проголосовали за то, чтобы в конкурсную комиссию органов вошли представители всех политических фракций. При этом число парламентариев, прошедших по конкурсному отбору, будет увеличено. Сейчас их 10. Еще одна обсуждаемая тема – электронные сигареты. Парламентарии поддержали идею об ограничении их продажи несовершеннолетним и введении штрафов для организаций, которые нарушают запрет. Разработчик инициативы Иван Субачев подчеркнул. Эту идею в Госдуме обсуждали еще год назад, но до сих пор нет четкого решения. Юные депутаты войдут в рабочую группу АКЗС по разработке отдельного законопроекта. Мы проехали почти весь край. И даже в отдаленных муниципальных образованиях Алтайского края мы можем заметить детей, именно несовершеннолетних школьников, которые стоят с данными устройствами и употребляют. Если это дошло уже до отдаленных муниципальных образований, то про город, я думаю, говорить не стоит. На линии работает контроль. Массовую проверку общественного транспорта сегодня ранним утром устроили правоохранители в Первомайском районе. Проверяли все – от документов до работающих сигналов поворотов. В итоге за несколько минут сразу несколько правонарушений. За ходом операции под кодовым названием автобус следила и наша съемочная группа. Давайте посмотрим путевую документацию, свидетельство о регистрации, страховое полис, водительское. Конечное. Пора сдавать экзамен. В роли строгих преподавателей, инспекторы ГИБДД в качестве студентов, водителей экспрессов. Осторожно, двери закрываются. Начинается поголовная проверка. Диагностическая карта в двух экземплярах. Извещение о ДТП также в двух экземплярах. Путевой лист, водительское следствие, регистрация страхового полиса. У вот этого водителя 110 маршрута не оказалось собой полиса ОСАГО. Уверяет, забыл. Это значит одно – добро пожаловать в автомобиль к полицейским для составления протокола. За такое нарушение забывчивого ждет штраф. Возможно, у нас присутствует, если сейчас его привезут. Но он у вас отсутствует. В наличии нет его. Штраф 500 рублей. Первые 20 дней 250. Следующий издок решил на время отказаться от ремня безопасности. Инспектор тут же напомнил об этом правиле дорожного движения. После чего все та же стандартная процедура. Добрый день. Эти два нарушения сотрудники ведомства выявили буквально за несколько минут. В зоне особого внимания не только документы. Более пристально инспекторы приглядывались к так называемому техническому состоянию транспорта. В случае несоответствия требованиям технического состояния автобуса, что может привести, к сожалению, ДТП и в дальнейшем может привести к пострадавшим пассажирам, что самая главная наша задача – это не допущение гибели и травматизма на выхода на линию пассажиров, перевозящего транспорта. Включите левый сигнал поворота, затем правый, откройте дверь второго выхода. Техника в этот раз никого не подвела. Всего за время рейда удалось проэкзаменовать 12 шоферов. Точно такие же проверки инспекторы обещают повторить в ближайшее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – междугородние маршруты. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. К другим темам. На Алтае пресекли канал незаконной миграции. По данным регионального управления ФСБ, преступная группа изготовила документы для 15 иностранцев, которых зарегистрировали на территории нашего края и других субъектов страны. В ходе обыска сотрудники ведомства изъяли у задержанных поддельные печати и штампы регистрации, бланки, паспорта с фиктивной регистрацией, различную оргтехнику, а также материальные ценности, которые имеют отношение к криминальной деятельности. Группу обвиняют по 322-й статье Уголовного кодекса Организации незаконной миграции. Сейчас задержанные под подпиской о невыезде. Эксперты признали маршрут до Бийской школы номер 8 одним из самых опасных в стране. К такому выводу они пришли после рейда в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу». В поле зрения общественников вошли и два барнаульских учреждения. Подробности знает Ирина Корчагина. Так выглядит дорога до лицея 122. К нему ведет разбитый тротуар, из-за которого дети вынуждены ходить по обочине проезжей части. Эта школа стала одной из тех, которую сегодня затронули на круглом столе Общественного народного фронта. Больше всего здесь вопросов к дорожникам. Данный пешеходный переход будет оборудован светофором типа Т-7, искусственной дорожной неровностью, пешеходными ограждениями. Вокруг выхода несанкционированная парковка. Транспортные средства, если посмотреть за этим забором, они здесь паркуются. Тротуара у нас нет. Причем директор школы неоднократно уже на протяжении пяти лет обращает на это внимание. Отсутствие светофора, зебра, освещение и далее длинный список нарушений, которые касаются многих российских школ. В октябре Общественный народный фронт по всей стране проверил безопасность маршрутов до школы. Антирейтинг возглавила Рязань. В список попали также Казань, Нижний Новгород, Самара, отличился и Бийск. Возле школы номер 8 на улице Вали Максимовой не раз сбивали детей. Причина – близкое расположение автобусной остановки к выходу из школы. На сегодняшний момент у вас получается, что дети, ну вот, вот, смотрите, они идут по проезжей части. Я согласен, нужно реконструкцию остановки провести, продлить ее туда дальше, к остановочный карман. Первый район передвинуть. Мы займемся всем, согласен. 34-я школа на улице Можайская тоже не осталась без внимания. Паспорт безопасности ни с ГИБДД, ни с комитетом по образованию не согласован. Вот так они переходят дорогу. Бийские чиновники говорят, что сегодня на Можайской уже установили светофоры, а общественники Народного фронта просто приехали в неудачное время. Вообще дорожники должны были подготовить безопасные пешеходные переходы еще в августе до начала учебного года. В разгаре вторая учебная четверть, а нарушения не устранены. Чиновники говорят, что глобальные ремонтные работы проведут только в 2019 году с принятием нового бюджета. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Штраф 20 миллионов рублей. Именно такое наказание назначил суд в отношении Евгения Рыжака, члена Совета директоров компании «Алтекровля». По информации следствия, предприниматель хотел воспользоваться трансформаторной подстанцией, которая обеспечивает работу предприятия. Но из-за долгов данный объект был временно закрыт. Рыжак попытался избежать ареста трансформаторной подстанции, предложив судебному приставу крупную сумму денег. Обвиняемый предложил должностному лицу взятку в размере 300 тысяч рублей за совершение незаконных действий по отмене меры принудительного исполнения. Довести задуманное до конца ему не удалось. Пристав обратился в правоохранительные органы. Добавим, изначально сторона обвинения требовала назначить Рыжаку 7 лет лишения свободы строгого режима. Вот только бизнесмен отделал со штрафом. На имущество его предприятия наложен арест. Руководителю финансовой компании «Сибирская народная казна» предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Роман Тюленев склонял пожилых людей к получению займов под залог их квартир, а потом оставлял пенсионеров без жилья. Алифтина Веснина живет с кошками Мурка и Муси в квартире, которая больше ей не принадлежит. 70-летняя женщина взяла кредит в конторе «Сибирская народная казна». При заключении договора бабушка наивно оформила сделку купли-продажи ее квартиры. А потом из квитанции за услуги ЖКХ узнала, что у жилья появился новый владелец. Я надеялась где-то через 4-5 месяцев вернуть деньги. Еще спрашивала, говорю, а если я не смогу за это время отдать? Ну, пока будете отдавать проценты, квартира ваша. Суд не сразу встал на сторону Алифтины Весниной. Женщине пришлось бы покинуть квартиру, но на последнем заседании дали отсрочку до 30 апреля 2019 года. Кроме того, руководитель Сибирской народной казны Роман Тюленев поменял статус подозреваемого на обвиняемого. Кстати, история с Алифтины Весниной не первый инцидент, когда квартира пенсионера оказывается в руках Тюленева. В подобных случаях только в Барнауле, в Новосибирске около 10. А ведь многие пожилые люди не идут в полицию, боятся расправы. Известно, что уже одна пенсионерка, которая тоже стала жертвой Сибирской народной казны, скончалась от сердечного заболевания. В силу своего менталитета они верят в справедливости, их вроде как не могут обмануть, да, наверное? Они полагают так. Поэтому, когда они носили денежные средства как проценты по займу, в большинстве эпизодов, в большей части, им никто не давал ни одной квитанции. Адвокат Алифтины Татьяна Панина говорит, что шансы вернуть квартиру еще есть. Также юрист добавляет, что сейчас прокуратура и суды стали намного серьезнее относиться к мошенничеству контор по микрозаймам. Ирина Корчагина, Наши новости. Настоящая шахматная баталия развернется на Алтае. 16 ноября в Барнауле стартует открытый командный чемпионат Сибири по быстрым шахматам Большой Алтай. За два дня сразятся 10 команд из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также из Казахстана и впервые за пять последних лет из Китая. Всего около 40 человек визит китайских шахматистов на Алтай. Второй по счету в этом году летом они участвовали в турнире «Дружбы», который проходил в Белокурихе. Теперь гости из Поднебесной покажут, на что способны уже в рамках чемпионата. Как уверяет китайская сторона, для них важна не только спортивная составляющая. Шахматы – это сам по себе прекрасный вид спорта, прекрасное искусство. И мы считаем, что благодаря шахматам дружба между молодыми поколениями наших стран имеет шанс укрепиться. Кроме того, чемпионат дает возможность оценить свои силы, ведь Россия – страна с традиционно сильной шахматной школой. Впрочем, организаторы признались, что российским шахматистам скорее всего придется, ой как непросто. Предварительные партии показали, что даже юные участники китайской команды не уступают в мастерстве нашим гроссмейстерам. Добавим, турнир пройдет в краевом шахматном клубе и продлится два дня. Падали, но поднимались. Накануне известные представители бизнес-среды Барнаула поделились своими неудачами. В краевой столице состоялся первый форум провалов от журнала «Автограф». Семь спикеров, семь историй провалов, на которых мог бы поучиться каждый бизнесмен. Почему не стоит вести дела с друзьями? Как в незнакомом городе отряхнуться, если ты уже упал в грязь лицом перед партнерами? Об этом и не только. Честно рассказали участники первого в истории края форума «Факап». Не бывает успехов без провалов. За каждым успешным человеком, за каждым успешным бизнесом всегда стоит один или целая череда фатальных ошибок, провалов, которые могли перечеркнуть все, заставить человека начать сначала или полностью отказаться от какой-то идеи, но не остановиться на своей пути. Формат стендапа позволил участникам жизненно откровенной и самоиронии выдать всю правду о пережитых фейлах и опыте их преодоления. Мероприятия зрители оценили по достоинству. Истории настоящих «Факапов» — это не «Факапы» вовсе. Идея классная, я считаю, что она бы не заслужила полный зал, если бы это было какое-то местечковое обсуждение проектов. Финалом первого форума «Бизнес-провалов» стал розыгрыш подарков от организаторов. Генеральный партнер мероприятия — компания «БКС Брокер» преподнес самым удачливым гостям ценные призы. Илья Кочетков, Юлия Филатова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды — туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. В Крае переменная облачность. В большинстве районов пройдет снег. Минус 6 ожидается в Заринске и Тальменке. Около 8 градусов мороза в Олейске и Белокурихе. До 11 ниже нуля в Заринске. В Барнауле ночью до 9 градусов мороза. Днем минус 6. Снег и западный умеренный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.